МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А гость нашей сегодняшней программы, директор департамента образования администрации Краснодара, Алексей Некрасов. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Буквально вчера я для себя эту новую цифру узнал. За год в Краснодаре появилось еще 20 тысяч детей. Сколько из этих 20 тысяч школьников? Я же понимаю, что дети не рождаются сразу школьниками, но тем не менее миграционные процессы происходят. За учебный год сколько в плюсе? В плюсе, да, серьезная в плюсе цифра. 118 тысяч чуть больше было на 1 сентября этого учебного года, который уже завершился, и по окончании учебного года чуть больше 120 тысяч детей. То есть практически более 2 тысяч детей просто прибыло в наши школы. Если анализировать очередь по детским садам, там только сейчас 15 тысяч заявлений было подано на 15 апреля, на период комплектования, и подача заявлений продолжается. Да, действительно, детское население у нас в городе Краснодаре растет. Ну тогда, вот опять же, несколько дней назад моя жена пришла после родительского собрания и радостно сказала, все, учебный год закончился, можно теперь начинать отдыхать. Вот для вас уже учебный год закончился, и можно ли уже отдыхать, или вот это вот то, что впереди ЕГЭ, это тоже достаточно серьезная... Нет, конечно же, учебный год для нас закончится только выдачей аттестатов для девятых классов и одиннадцатых. Конечно же, впереди единый государственный экзамен. Первый пройдет вот уже в понедельник начнется. Начинается основной государственный экзамен для девятых классов. Это очень такой серьезный для нас мобилизационный период, который, наверное, сравним со всем учебным годом, наверное, целиком вместе взятым. Мы к нему готовы, надо дать должное. Более 10 тысяч девятиклассников будут сдавать его, и более 4 тысяч одиннадцатиклассников. Учебный год, ну, такая вот традиционная точка, это последние звонки 24 мая, они прогремели, и погода нас здесь порадовала, слава богу, выделила нам время для уличных мероприятий. Действительно, как бы для основной массы школьников учебный год закончился, и они сейчас переходят в, скажем так, летний отдых, в оздоровительную компанию. В режим ожидания следующего учебного года? 4-4 дней нет. Режим ожидания у них будет очень насыщенный. Действительно, мы подготовили для них традиционные мероприятия и некоторые изюминки. Конечно же, днем защиты детей он начинается для нас, хотя лагеря начали работать чуть раньше в этой ситуации. Имеется в виду лагеря пришкольные? Пришкольные лагеря, наши традиционные лагеря на море, это Ульгинка и Анапа, и здесь, на самом деле, нам есть что предложить детям. Если говорить про ЕГЭ, вот наша с вами последняя встреча здесь, в этой студии, она была такая полностью посвящена единому государственному экзамену, ну, практически, да, полностью посвящена единому государственному экзамену, и тогда вы уже говорили о том, что, ну вот, если вдруг, да, прямо сегодня нужно провести, мы будем готовы. Сейчас, то, что касается, насколько вопросы безопасности решены, насколько мы подготовились вот к этим новшествам, когда нужно распечатывать те же самые материалы уже непосредственно в классах, насколько родители сейчас волнуются или уже не волнуются, мы уже к этому ко всему приведем. Начну с родителей. Конечно же, волнение родителей и учащихся есть всегда, перед итоговой аттестацией, это, извините, точка, да, некоторая очень серьезная, это дальнейшая жизнь. Здесь мы провели очень много мероприятий, в том числе с приглашением психологов, врачей, по разъяснительной работе, по возможности успокоения, по настройке детей на эти экзамены и самих родителей, как таковых. И думаю, что все-таки вот те остатки волнения, которые у них есть, думаю, что это будет радостное волнение в итоге после того, как их ребенок получит аттестат. С точки зрения безопасности, здесь мера, как обычно, беспрецедентная. Проведен на уровне заместителя главы координационный совет по вопросам единого государственного экзамена. Расставлены все точки, как бы и посмотрены все возможные проблемы, которые могли бы возникнуть. И на самом деле сегодня они устранены. Но это и дизельные электростанции, электробезопасность, если вдруг выключат свет, чтобы дети все-таки сдали экзамен в установленные сроки. Это, естественно, и полиция, и осмотры образовательных учреждений непосредственно перед экзаменом, в том числе кинологическими службами. Это, конечно, приближение патрулей соответствующих, патрульно-постовых к школам. Это и подвоз учащихся специализированным транспортом, и отработка соответствующего. А, ну вот эти центры, да? Да, конечно, сельские школы, ведь, получается, ребенок сейчас сдает экзамены в своей школе, и возникает, естественно, серьезный вопрос, как его доставить из сельской территории в городскую. Схемы графики подвозов здесь согласованы. Имеется в виду, и туда, и обратно. Конечно же, и туда, и обратно. Здесь, как бы, это всегда традиционно проходит, и это в том числе отработано. Пожарная безопасность отработана, настроены системы. Ну, в частности, и при подготовке к лету мы все равно готовим лагеря, и в том числе здесь проверяют систему безопасности. Ну, как бы, получается, здесь, как бы, мы одной работой проверяем сразу два непосредственных мероприятия. С этой точки зрения сориентированы охрана образовательных учреждений. Еще раз перепроверены кнопки тревожных сигнализаций, их работоспособность, надо отдать должное. Система в отрасли образования, она вот показала свою, действительно, настроенность и системность, можно сказать, повторюсь в этой ситуации. И в связи с событиями, которые были до этого, реакция соответствующих служб на вызовы в школы. Поэтому у меня есть большая уверенность в том, что с точки зрения безопасности экзамен просто пройдет на высшую уровень. Ну, и тоже это, да, тоже видеонаблюдение, да, когда вот был пробный экзамен. Конечно же, да, то есть эти системы проверены, все пункты оснащены видеокамерами, там они до 50 штук, в том числе они настроены и на правдивость результатов, в первую очередь. Но, естественно, вторая функция, это в том числе безопасность, отслеживание всевозможных нештатных ситуаций. Я не скажу, что слишком много поменялось в ЕГЭ, это тоже онлайн транслирование непосредственно в московские центры, наблюдатели, скажем так, жесткость в правдивости, оценке правдивости результатов. В этой ситуации все остается. Минимальные какие-то изменения в КИМах, в контрольно-измерительных материалах доводились и до сведения учителей, и родителей, и учащихся в виде соответствующих собраний. Здесь больших изменений нет. И, пользуясь случаем, пожелаю успеха нашим выпускникам перед этим вот событием. Да, чтобы совсем закончить эту тему, я помню, мы с вами говорили, что до 1 февраля должны были все ученики определиться с экзаменами, и мы тогда же проговаривали, что если вдруг какие-то там форс-мажоры, там очень ограничено, когда эти самые экзамены можно поменять. Этот процесс насколько гладко прошел, все ли уже определились, не нужно ли что-то менять, я имею в виду, в выборе экзамена. Не поверите, благодаря информационной поддержке, в том числе и с вашей стороны, мы завершили этот процесс с 1 февраля, как и было установлено в сроке. Действительно, замены в списках не происходило по городу Краснодару, и здесь говорит о том, что мы действительно качественно сориентировали выпускников. Ну и чтобы закончить тему с выпускниками, да, последние звонки уже прошли, да, такой торжественный момент уже был, сейчас закончатся экзамены, и дальше будут выпускные вечера. Вот здесь, как готовится в этом отношении город, да, чтобы, ну вот, уже действительно это была такая красивая, торжественная точка с выпускными вечерами, с окончанием учебного года, здесь будут какие-то изменения, есть ли здесь какие-то рекомендации со стороны города, со стороны администрации, со стороны департамента? Да, выпускные вечера, это, конечно, итог всего обучения наших выпускников, пройдут они единовременно во всем Краснодарском крае 25 июня, соответственно, им будет предшествовать, конечно же, великолепное событие, губернаторский балл 23 июня, который... Много краснодарцев на губернаторский балл попадает, потому что это же лучший из лучших, да? Список из 74 краснодарских школьников, но туда еще попадут те, кто наберет 100 баллов на едином государственном экзамене. Вот это количество мы пока не знаем, но надеемся, что оно будет самое большое в этой ситуации. Губернаторский балл 23 июня на площади перед законодательным собранием, великолепное мероприятие. Все вечера торжественные вручения аттестатов пройдут в образовательных учреждениях. Уже, ну, стало доброй традицией на протяжении многих лет действительно организовывать там действия театрализованные, капустники, воспоминания о школе и кто присутствует на этих вечерах, делятся со мной впечатлениями, а мы и всем департаментом выходим в обязательном порядке на такие мероприятия, и гости туда приходят. Все выражают свое вот искреннее восхищение тем, что там происходит. Все говорят, мы включились, даже если и не оканчивали эту школу, включились в эту жизнь, в процесс, да. Действительно это проходит на таком вот высоком уровне. Есть, конечно, и требования четкие. Вот сегодня я был, только что вернулся с селектора, вице-губернатора, где поставлены задачи в школах однозначно исключить вот наши эти традиционные вещи, которые с застольями связаны. В школах этого никогда не было. Ну вот, пользуясь случаем, я думаю, что выпускной вечер это все-таки повод для гордости и выражения каких-то слов признательности и воспоминания о школе в самой школе, и на самом деле этого и достаточно. Конечно же, здесь необходимо понимать и систему безопасности. Подписан приказ Министерства образования и науки Краснодарского края, где запрещены, конечно же, применение огнеопасных пиротехнических ситуаций, потому что, ну, откровенно говоря, не нужны они, есть соответствующие замены подобным вещам, чтобы здесь все прошло гладко. Конечно же, усилены в том числе мир антитеррористической защиты, и мы... Но они еще останутся после ЕГЭ, да? Конечно же, но все списки мы согласуем со всеми нашими контролирующими службами, службами пожарного надзора, службами Роспотребнадзора, службами милиции, конечно же, и те же фактические мероприятия повторятся как при проведении ЕГЭ, так и при проведении выпускных вечеров. В девятых классах в этот раз они пройдут позже, с 27 по 30, нам дали три дня на разбежку, это связано с тем, что в девятых классах там последний экзамен как раз попадает чуть позже, да, и мы должны успеть выписать аттестат и получить его соответствующие результаты и довести их до сведения детей. Процедура там, то же самое, торжественное вручение соответствующих аттестатов, да, в школе, с приглашением родителей по отработанным мероприятиям. В этом месте нам нужно будет сделать паузу, мы сейчас посмотрим рекламу, а потом уже проговорим, во второй части программы будем говорить не о выпускниках, да, о остальных школьниках, если позволите. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу, еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о детях, мы сегодня подводим те или иные итоги учебного года, но вот Алексей Сергеевич, в первой части программы мы проговорили, мне кажется, достаточно подробно, то, что касается выпускников, то, что касается тех, кто закончил девятый класс. Вот если вернуться к остальным школьникам, мне кажется, такой один из показателей, очень важный показатель, это участие детей разных классов в тех или иных олимпиадах, да, они начинаются на уровне школы, потом город, потом край, потом федерация. Вот то, что касается края и федерации, насколько мы здесь успешно выступали в учебном году, есть ли у нас результаты, которыми стоит гордиться. Вы знаете, город Краснодар всегда очень успешно выступает в соответствующих этапах Всероссийской Олимпиады школьников, этот год в том числе для нас урожайный, да, и находится на уровне предыдущих лет. Ну, с самого, если дать статистику самого нижнего этапа, дошкольного, это более 30 тысяч школьников приняло участие, это вот 30 школьников города Краснодара просто приняло участие в этом движении на уровне школьного этапа. А вот 37 из них поборолись до конца. 37, имеется в виду, не 37 тысяч, а 37 учеников. Нет, 37, конечно, 37 учеников, которые прошли горнило школьного этапа, муниципального, зонального там есть, краевого, вышли во всероссийский этап. 37 школьников. Из них стали четверо победителями, 10 призерами. Предметы здесь, немецкий язык, история, общество, знание, технология. Такой же урожайный год стал и в научно-практической конференции Эврика, в том числе она также структурируется по разным уровням своим. Здесь у нас 87 участников и соответствующих призеров с различными дипломами. Более того, скажу, что мы не стоим на месте и участвуем в различных научно-практических конференциях школьников в разных городах. Москва, Омнинск, Ярославль, Нижний Новгород. Это поездки, куда выезжают наши команды индивидуальные, индивидуально учащиеся. И здесь более 100 лауреатов и призеров и дипломов. Ну и, наверное, еще один такой серьезный показатель, это премии на уровне президента, на уровне Краснодарского края. Здесь 32 наших... Премии или гранты? Ну, гранты, премии в любом случае, да. Это 32 наших учащихся. Город, как всегда, год, как всегда, урожайный для нас здесь. Мы не стоим на месте. И, конечно же, это и радостно, но и накладывает соответствующие, ставит перед нами соответствующие задачи по дальнейшему развитию этих достижений. А то, что касается учителей, мы же уже привыкли к тому, что у нас есть учитель года, у нас есть воспитатель года, у нас есть директор года на уровне федерации. В этом отношении, как у нас прошел год? Ну, конечно же, мы всегда стараемся получить эти все достойные звания, в том числе и в город Краснодар. И надеюсь, что в будущем мы еще не раз получим высшие награды в этих конкурсах. Здесь мы участвовали, конечно же, во всех этих конкурсах. Я понимаю, что каждый год нельзя забирать все Краснодар. Нужно, это основная задача. Нужно стараться именно так это и делать. Здесь есть у нас победитель, учитель по основам православной культуры, победитель краевого конкурса. Ну, а дальше у нас наши учителя вошли, по крайней мере, в лауреаты соответствующих конкурсов. Да, я понимаю, что еще рано говорить, такие общие подводить итоги, связанные с создачей ЕГЭ, количество 100 бальников, количество тех, кто набрал больше 90 или чуть меньше 90. Вот средняя успеваемость, я сейчас даже не беру учеников выпускных классов. Вот средняя успеваемость, что называется, температура по больнице, в этом отношении, если сравнивать нынешний учебный год с тем, что было год назад, два года, пять лет назад, это стабильные цифры? Вы знаете, да, по городу Краснодару это достаточно стабильные цифры, которые держатся на очень высоком уровне. Перед нами, конечно, перед краевым центром, перед собой лично и перед нашим образованием муниципальным, конечно, стоит задача, мы должны быть лучшие. Даже эту задачу никто не снимает, действительно должно быть так. Конечно, есть здесь очень ряд объективных факторов, о чем мы говорили в начале передачи. Это миграционные процессы и приток детей, как правило, с других территорий и необходимость их включения в нашу систему образования, в наши правила. Но, тем не менее, нам удается сохранить действительно высокие результаты, как вы говорите, средние по непосредственно городу Краснодару. Надеюсь, вот чем хороша передача сейчас, именно 1 июня, тем, что, конечно же, у нас впереди надежды. Ну, имеется в виду на ЕГЭ. На ЕГЭ, на сдачу итоговой аттестации, на подведение итогов. И, конечно же, мы для себя поставили достаточно высокие планки. Думаю, что мы их достигнем. Следующий момент, на который, мне кажется, сейчас стоит обращать внимание, мы уже эту дату 1 февраля вспоминали. 1 февраля нужно было определиться с экзаменами, и с 1 февраля начинался прием детей в первые классы. Как сейчас идет вот этот процесс? Знаем ли мы уже сейчас, сколько у нас будет первоклассников, или кто-то еще забыл о себе напомнить? Я имею в виду из родителей. В этом году процесс приема в первые классы получил новое развитие, он стал информатизирован, фактически появилась электронная запись детей в первые классы. Это пока еще не значит, что можно по интернету подать заявление в свою школу, хотя над этим работаем, и такие возможности есть. Но, по крайней мере, все, кто пришли в школу, заносятся автоматически сразу же в базу. По состоянию на сегодня, таких заявлений зарегистрировано чуть больше 9 тысяч первоклассников уже. Это те, которые по микрорайону. Процедура продолжается пока для тех, кто проживает непосредственно по микрорайону школы. И вот с 1 июля начинается прием всех уже желающих при наличии свободных мест, родителей, которые хотят выбрать школу не по микрорайону. Оценивать, что будет впереди, конечно же, будет большое количество первоклассников. В прошлый год показал, что чуть больше 12 тысяч было на 1 сентября. Как мы уже сегодня говорили. Опять же, мы говорили, 20 тысяч. Да, плюс 2 тысячи в течение учебного года. В этой ситуации цифры будут, наверное, на уровне не ниже, чем в прошлом году точно. Ну, а показатель уже сейчас 9 тысяч заявлений фактически подано по месту жительства для определения в первые классы. Мест в первом классе всем хватит? Не останется кто-нибудь? Есть, конечно, районы проблемные. Мы все о них знаем. Но здесь мест первых классов, конечно же, хватит все. Я, пользуясь, опять же, случаем, прошу, уважаемые родители, если есть какие-то проблемы с определением в школу, какие-то непонимания, почему, допустим, отказывают сейчас или что-то, обращайтесь обязательно в отделы образования, в департамент образования. Телефон на горячей линии есть у нас на сайте. Мы обязательно моментально откликнемся и поможем решить вашу проблему в этой ситуации. Еще одна тема, о которой мне очень хотелось с вами поговорить, и мы об этом говорили с господином Мирошниковым, который возглавляет управление физической культуры и спорта города Краснодара. Год для Краснодарских школ был такой необычный. Массовая сдача ГТО, и город ориентировался на то, что школьники в этом году должны это сделать. Как это прошло, каковы результаты, много ли у нас в школах значкистов ГТО? О результатах чуть позже. Надо дать должное. Мы действительно с управлением спорта поработали очень тесно в связке, выработали некую систему, по крайней мере, для школьников сдачи ГТО. Это было связано... Вопрос на самом деле очень острый, нехватка в том числе и спортивных площадок. Но выработали ее каким образом? Конечно же, каждая школа определена как центр тестирования ГТО. Конечно же, мы очень усиленно занимаемся пропагандой ГТО в школах среди детей. Ну, плюсом здесь является еще то, что для выпускников там есть особые преференции, при помощи значка, при поступлении. Прибавка, да. Это тоже огромный плюс. Ну, а теперь о статистике. Действительно, в школах, ну, вот, 118 тысяч, да, не скажу, что все 118 зарегистрировались для сдачи ГТО, но зарегистрировались процентов 60, и мы эту работу продолжаем. Сколько же сдает ГТО? 10 тысяч школьников, чуть больше 10 тысяч школьников сдало, приняло участие в этом году в сдаче норм ГТО. Это говорит, что это не только, обратите внимание, выпускники 11 классов. Из них 711 получили золотые значки, 865, ну, чуть больше 800, 860 человек серебряные значки и около 600 бронзовые значки. Я думаю, что этот процесс будет идти только по нарастающей, и вот эта вот любовь к спорту, любовь к физкультуре, ну, это, наверное, одно из основных дел, которым мы будем заниматься. Поэтому эти три буквы мы тоже знаем на Лизусь, как единый государственный экзамен. Ну, вот, совсем немного времени у нас остается. Очень подробно мы вчера говорили в этой студии в отношении летнего отдыха. Да, я знаю, что чуть меньше будет летних школьных, там, пришкольных лагерей, но количество детей, которые в них попадут, остается на уровне прошлого года. Может быть, даже там пропорционально вырастет относительно того, что дети прибавляются. Первоклассники, я слышал, что те, кто зарегистрировались, и те, кто вот только-только пойдут в первый класс, они тоже могут посещать пришкольные лагеря, если можно. Это действительно так? Те, которые только зарегистрировались, да, посещать пришкольные лагеря нужно. Можно, можно, нужно обратиться к директору школы, если еще есть там остались места. Если еще остались места. Да, на самом деле, действительно так. Потому что списки сверстаны, лагеря начинают работу 29 мая, то есть с понедельника фактически, да, уже начали работать. Действительно есть, как обычно, кризис финансовой трудности, но, тем не менее, охват детей летним отдыхом мы не снижаем. И одна из таких массовых мероприятий, это пришкольные лагеря. Здесь, хоть их и количество по школам снизилось, в связи с объективными причинами школы, да. Количество детей нет. Это 10246 детей, которые нам просто планово необходимо оздоровить. Но, как правило, мы это перевыполняем, эту цифру. Там, в связи с экономией возможных финансовых средств и так далее. Ну, про лето можно сейчас тоже начать говорить. Такие параметры по отрасле образования. Также остаются походы. 133 похода с охватом детей, как и на уровне прошлого года. Это и лагеря труда и отдыха 30. Опять количество их снизилось, но количество детей постараемся сохранить. Ну, и, конечно же, самые активные, это наши пришкольные площадки, которые работают при каждой школе, где можно совершенно, мы их назовем малозатратными видами отдыха, когда ребенок просто приходит туда, куда он привык, в школу, находит учителя, закрепленного за этой площадкой, или педагогу доп. образования, и занимается либо спортом, физкультурой, творчеством, что-то там находится под присмотром, и ему организуется соответствующее какое-то дело в этой школе. Такие площадки тоже работать будут. Ну, вот, подошло время. Наша программа практически к концу. Да, вы сказали, что, да, праздник, да, учебный год формально закончился, но он еще продолжается. Тем не менее, я все равно поздравляю вас с этим замечательным событием. Теперь мы будем готовиться к следующему году. Ну, я надеюсь, что летом мы все равно будем с вами встречаться, и вот этот ход летней оздоровительной и отдыхательной программы для школьников, мы все равно еще будем об этом говорить. Спасибо большое, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили, подводили итоги учебного года. Гостем нашей сегодняшней программы был директор департамента образования администрации Краснодара, Алексей Некрасов. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы «Финансовая группа «Сберегательный союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова